Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. 1 октября, значит, исполняется день рождения у одной из моих любимейших актрис. Можно сказать, одной из любимых актрис, пожалуй, это Нина Усатова. Великолепная, замечательная, с искрометным юмором, всегда с таким огоньком. Просто, ну, замечательнейшая актриса, и все фильмы с ней всегда очень хорошие. Актриса просто потрясающая. И вы знаете, то, что творится у нас с театрами, вообще в области культуры, это вызывает большие вопросы. Конечно, вызывает большие вопросы Министерства культуры. Я, например, ни разу не видел Министра культуры где-то на телевидении. Вообще, как она выглядит, я, конечно, знаю, и прекрасно видел ее. Какие-то записи в отношении культуры, которые она делала в каких-то там годах. А вот сейчас увидеть, услышать какую-то концепцию, какое-то направление движения, куда мы движемся, что происходит, ничего такого нет. И насколько удивительно слышать, что, например, Сухорукова изгнали с театром Совета, Дюжева из Мхатемии, Чехова. В Мхатемине Горького, вы знаете, что играла Бузова. Что происходит с театрами, я не понимаю абсолютно. И Нина Усатова, опять-таки, здесь заявляет, что приходит скитаться по дворам. Нина Усатова шокировала россиян. 1 октября, пишут народные артистки России, Нине Усатова исполнится 70 лет. О том, с каким настроением она встречает юбилей, значит, звезда БДТ имени Товстоногова рассказала, собственно говоря, вот в этом интервью на открытом фестивале театра и кино «Амурская осень», который в эти дни проходит в Благовещенске. И вот уж о ком можно сказать звезда, как вы считаете, согласны со мной или нет, можно нам сказать звезда, а не Нине Усатовой. Я, вы знаете, вот неоднократно говорил, что столько звезд, что скоро небо упадет. И говорил, что звезда действительно это металлург, шахтер, это педагог, это врач и так далее, но не вот эти вот поющие под фонограмму трусы. Ну вот Нина Усатова, я считаю, настоящая звезда, это действительно наиталантливейшая актриса. Юбилей я отмечу на работе, призналась Нина Николаевна. Наш театр в БДТ актриса служит с 89-го года, друзья, уезжает на большие гастроли в Москву. Дело в том, что здание БДТ на Фонтанке в Петербурге сейчас снова находится на капитальном ремонте. Нас постоянно заливает вода. Речь про ликвидацию последствий некачественной реконструкции 11-14 годов. Три года реконструкция шла, которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше. Вот и приходится нам скитаться по дворам. Друзья, как это понять, скитаться по дворам? Нина Усатова. Это, понимаете, великолепнейшая актриса абсолютно. Это должны быть театры, где служат такие люди. Я вообще не понял, когда Сухоруков сказал, что он уходит из Моссовета, потому что нет понимания с руководством. У Дюжева тоже сам. Как понять, нет понимания с руководством? Это у руководства, может быть, нет какого-то понимания правил. Это же те актеры, актрисы, которые, собственно говоря, на которых нужно равняться молодежи. Понимаете, в чем дело? И меня это удивляет. Сейчас впечатление такое, как будто выживают специально всех тех, кто является последним оплотом моральной нравственности. И самое главное, появляются вредители, которые заявляют, что мол того, что да что такого там Бузова сыграло, вот там еще что-то там происходит. Значит, говорить о проблеме – это половина ее решения. Потому что, когда мне подросток, я никогда не забуду этого письма, подросток написал мне, а что вы ругаете Моргенштерна, Бузова, Милохина и так далее. Если это вы виноваты в этом. Вы, взрослые, допустили, чтобы это все было в нашей подростковой жизни. Смотрите, мне написал подросток в Инстаграм. И мне нечего было ему ответить. Потому что, да, те, кто молчал, когда вышел Дом-2 и столько лет он развращал молодежь, они ответственны за то, что молодежь-то смотрела. Взрослые. Не молодежь же должна была сказать, закройте его. А сколько говорили? А сколько говорили? А сколько петиций было написано? И что? Кто показывал это все? Известно. Известно кто. И это не только об этом речь. Поэтому меня с такой болью в душе я воспринялся. Что значит скитаться по дворам? Нина Усатого. Скитаться по дворам. Напишите, друзья. Вы, я прекрасно понимаю, что знаете, кто это. Но так же вы любите Нина Усатого, как я и так далее. Но это просто ужас какой-то. Как можно три года было? Это вот разгильдяйство. Понимаете? Типичное разгильдяйство во всем. Взять деньги, хапануть и нахрен ничего не делать. Понимаете? Как можно было театр три года реконструировать так, чтобы в нем все текло? Это вот разгильдяйство и есть. И теперь такие просто мощнейшие актрисы, которым равных практически нет, вынуждены скитаться по дворам. Ну как это может быть так? А должна быть своя отдельная мастерская, я считаю, у таких людей. Их всех выгоняют, изгоняют и оставляют молодежь, которая пороху не нюхала, что называется. Которая молодежь должна у кого-то учиться. Понимаете? То, что они отучились там в ВУЗе у себя и пришли из какой-то мастерской, это ничего не значит. Они ничего не умеют. Они должны учиться на практике. На практике, видя, как общаются, как разговаривают. Послушайте Цискоридзе, это же великолепно, когда ты смотришь интервью с ним, и он рассказывает, он по имени-отчеству знает всех своих учителей, с которыми он в процессе работы в Большом театре имел честь выступать. Что они ему говорили, как в гримерках они сидели, какую мудрость они ему передали. Вот традиции великолепные, столетиями передававшиеся в Российском театре. А сейчас что? Отучился, пришел, неважно где. Сейчас курсы есть, вообще полгода отучился, какой-то тебе там дали корочку, пришел в любой театр. И если ты можешь вызвать хайп, то все. Творчество заменилось хайпом. Ну как может быть Нина Усатова скитаться по дворам? Это же ужас просто какой-то. Но нужно обратить на это внимание. Это же просто беспредел. Для меня день рождения продолжает Нина Усатова. Это обычный день, в который надо помолиться за родителей. Но вы понимаете, вот настоящие ценности, что такое хорошо и что такое плохо. Моргенштерн в интервью Гордону заявил, что его мать так хороша, что он бы ее поимел. Простите меня, простите меня, я цитирую. Может и пересмотреть, кто не верит. Он сказал, моя мать так хороша, я поимел бы ее. Это вот, это вот нынешнее поколение. Это авторитет для нынешнего поколения. И послушайте, что говорит Нина Усатова. Для меня день рождения это обычный день, в который надо помолиться за родителей. Чувствуете разницу? Можно закончить, можно больше ни одного ролика не снимать. Вот в этом разница. Поколение сейчас, которое есть и которое смотрит в рейтинге авторитетов. Вы знаете, что Моргенштерн и Ивлеева. Ивлеева считает, что отцы и дети написал Толстой, а фамилия Джугашвили и вообще ни о чем не говорит. А Моргенштерн заявляет, что он бы поимел свою маму. Так она хороша. И Нина Усатова, посмотрите, скитается по дворам. Театр протекает. Своей мастерской нет. День рождения это обычный день, в который надо помолиться за родителей, что они дали тебе жизнь. Чувствуете разницу поколений, разницу воззрений. Эти люди, они должны оставаться не где-то так. Где Министерство культуры? Куда смотрят? Я не могу понять. Нужно срочно взять Нину Усатова и Центральный театр. Создать новый театр, Центральный какой-то театр в Москве, где будут все лучшие актеры. Да, они уже в возрасте безусловно, 70 лет и так далее. Но это носители понимания, что такое хорошо и что такое плохо. Это те, кто может противостоять тому, что сейчас происходит. Мне страшно. Эти люди уйдут, кто придет? Кто хочет поиметь маму? Это что такое вообще? Ничего шумного я не хочу, продолжает Нина Усатова. Не хочу кого-то напрягать, приглашать, делать пиршества, капустники в театре, как на свой прошлый юбилей. Только после спектакля я как-то друг друга поприветствуем и хватит. Единственное, на что я согласилась перед юбилеем, так это на участие в программе «Линия жизни» на телеканале «Культура», поскольку давно нигде не появлялась. И больше никуда она не пойдет. Ни к Малаховым, ни к Борисовым, никуда. Понимаете? На «Культуру» телеканал только она согласилась. Вот это вот, вот это вот человек, о котором хочется сказать, о котором приятно говорить. Рассказала актриса и про судьбу наследника, 33-летнего сына Николая. Он предпочел карьеру юриста, окончив наш СПБГУ. Значит, улыбается актриса. Я рада, что все именно так вышло, поскольку у него не было ни стремлений, ни желания становиться актером. А я его и не натаскивала. Замечательная мама. Я в его решения не вмешивалась, даже в театр редко брала. Потому что быть актером тяжелейший подневольный труд, особенно в первые годы, когда ты должен проявить свою сущность, никого не копировать. А он по знаку зодиака водолей с характером, при котором никогда никому не будет подчиняться, всех под себя подомнет. В театре же, если от тебя требуют сыграть собачий хвост, надо выполнять беспрекословно. Играй и все. Вот понимаете, вот насколько эти люди теплые. И даже через вот фотографии, и даже через строки об этом человеке хочется улыбнуться лишний раз. Какие замечательные с ней фильмы. Я поздравляю с наступающим юбилеем Нины Николаевны. И хочу сказать, что надеюсь и все присоединятся в комментариях, что вы замечательнейшая и всеми любимая актриса. И вам нужно в центральном театре каком-то играть, Москвы и всем, вот я считаю, людям, которые с таким нравственным развитием, нужно быть примером и появляться не просто не часто, а быть каждый день на телеэкране. Именно на телеэкране. Но это правда не произойдет, потому что сейчас творчество и талант заменил хайп бездарности деньги. К сожалению. Что будет, я не знаю. Да, друзья. С вами был Будда Гришна. Пишите, друзья, ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Подписывайтесь на канал Будда Гришна Live. Вместе мы сила. Только таким путем мы считаем. Можем что-то добиться, решить какую-то проблему. Исключительно вместе, никак по-другому. Инстаграм присылайте ваши новости. Будда Гришна нижняя подчеркивает ничка на латинец. На русском Будда Гришна три российских флага, друзья. Всем пока, до встречи.